Всем привет, меня зовут Серый, и я играю в Гетшин почти с его самого старта. Поскольку на высоких рангах в игре делать откровенно нефиг, я, благодаря втянувшимся в игру, друзьям решил начать с нуля, а заодно рассказать о всяких полезных мелочах и нюансах. И первое, с чего начну, это с журнала, которым вам тычат в обучении, и про который благополучно заплывают до бог знает какого уровня. В начале это отличное подспорье. Выполняя по пунктам задачи в нем, вы мало того, что будете затрагивать многие аспекты игры, быстрее осваиваясь и прокачиваясь, так еще и получать ништяки. Второе, разговаривайте со всеми NPC. Вообще со всеми, перебирая все варианты диалогов, потому что многие из них дают вам подарки. Мелочь, конечно, но приятная. Во всяком случае, точно поговорите с знаменитой сестрой в храме Монштадта. Ибо она даст вам 4-х звездочный артефакт, и это единственный способ получить 4-х звездочный арт на первых же уровнях. В диалоге надо будет спросить ее, какие места надо посетить в Монштадте. Лишь за 20-м уровнем приключения 4-х звездочные начнут выпадать. 5-х звездочные и вовсе после 40-го. Но и тут будет исключение. В Ли Юэ есть квест с мировыми колоннами. После его завершения можно получить 5-х звездочный артефакт. Для многих он первый в игре. Каждую из них надо вставить по такому вот шарику, после чего откроются ворота. А там, конечно, будет ждать сражения. Шарики же эти можно получить после того, как вы сдадите геокул из статуи Архонта. Что вам и так сделать нужно, если вы хотите полностью прокачать стамину. Что же до прокачки самих артов? Качайте, что хотите и как хотите. Более крутые арты позже вы сможете прокачать уже вкачанными пониже рангом. Опыт переносится. Правда вот, не прокачивайте 5-звездочные артефакты 5-звездочными. Копите их, ибо для каждого героя очень важны именно определенные статы, которые хер выбьешь. Кому-то нужны криты, кому-то защита, но тут я мало чего смыслю. Благо есть множество видосов с гайдами по сборкам для героя. Я все же по исследованию мира. К эксплорингу и вернемся. Шарьтесь по всем подозрительным местам. В мире полно секретов. Сундуки в начале игры это основной приток артов для прокачки. Отыскать же все пробочные сундуки, а таковые будут. Вам поможет компас. Для каждого региона свой. Рецепт для его крафта можно будет получить, выполняя задания репутации, которые нельзя игнорировать, ибо всего 6 на неделю, 3 просьбы и 3 монстра. Да и получаете вы много чего полезного. Притом помните, что закрытие локации на 100% происходит раньше, чем вы соберете все сундуки. Так что имеет смысл пройтись по локации с компасом еще разок. Так, ежедневные задания. Они нужны не только для ключей, благодаря которым вам будут доступны встречи. Ну и если вы еще собираете ачивки. Потому что есть супер-пупер редкие задания. Как, например, в достижениях снежная слезам не верит. Очень коварная фигня. Учтите, если царевич дает вам лимит времени, пусть таймеры не висит при выполнении задания. Надо уложиться в сроки. Кстати, в списках заданий репутации можно глянуть, какие вообще задания есть. Так, что еще? Берегите чертежи оружия. Не крафтите для интересов все. Определитесь с одним оружием, и сначала лучше делайте его, как будет выпадать чертеж. Пока не пробудете до пятого ранга, а дальше уже на ваше усмотрение. А все потому, что выпадают чертежи очень редко. То, что вы можете приобрести в магазинах на вес золота. С боссов же мне лично за год всего два раза выпадало. И то не то, что нужно было. Также, как только вам по уровню становятся доступны текущие ивенты, беритесь за них. Вообще, в первую очередь, всегда выполняйте то, что временно. Вот сейчас, к примеру, идет ивент с драконьим хребтом. Он уже с двадцатого ранга доступен. Бросайте все, бегите на хребет. Это не только примагемы, ништяки и активности, которые могут и вовсе никогда не повториться, так еще и вы можете пропустить части сюжета. Кстати, наверное, то же самое я посоветую относительно баннеров с персонажами. Скоро будет Бхита, и он из Инадзумы. Соответственно, все предметы для его прокачки вам станут доступны только с открытием этого региона. А это, вроде, тридцатый уровень. Поплыть в Инадзуму сразу при старте нельзя. Но лучше выбить героя сейчас, если он вам очень нравится. Пусть лежит в запасе. Повторно его баннер может появиться аж через год. Как в Гайюнь и Сяо. Нужный уровень приключений вы явно раньше поднимите. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!